16 октября 2018 года Сначала наши все чиновники пинали наше образование. Они просто выжимали, удавливали все наше образование. Удавка была навета на все наше самое лучшее в мире, как мы говорили когда-то, наше образование. Но пришло время, когда вообще образование оказалось не нужно. Оно вообще не нужно нашему населению, потому что рабы не должны учиться. Рабы должны работать, конечно. Вообще воспроизводить свое заново потомство, воспроизводство населения только в нужных дозах и размерах. Ну а учиться они не должны. А зачем обучать вас? Ведь вы же будете умными. А если вы умные, то кому же вы нужны? Такие умные, когда над вами дебилоиды правят, управляют. Зачем же умное население? Население должно быть глупее своих дебилоидов. Там, наверху. Греф призвал не обучать лишних айтишников и закрыть физмат школы. Ну вот так. Понимаете, зачем вам умные дети? Да не зачем вам иметь умных детей? Друзья, если вы сами не будете обучать дома своих детей, то вы никогда не получите грамотных детей, впоследствии, которые будут учиться, которые чему-то смогут научиться, чтобы выйти, что называется, в люди. Иначе они все будут работать на китайцев. Потому что теперь китайцы идут в нашу страну такой машиной, которая раньше называлась, когда крепости осаждали и били бронебойной машиной в стену, ее называли свинья, по-моему, и она била, стену пробивала. Вот так китайцы сегодня пришли в нашу с вами землю. А китайцам не нужны ваши умные дети. Вы же понимаете, на кого Греф работает, а? Греф работает, конечно, сам на себя. Ему тоже нужно выживать. Поэтому он выполняет волю своего хозяина. Греф не хозяин в нашей стране. Он сынок одного из того самого черного интернационала. Об этом как-нибудь попозже я вам поговорю и расскажу. Узкоспециализированные математические школы являются пережитком прошлого. А востребованность математиков и программистов будет снижаться. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф. Вообще, конечно, ни имя, ни фамилия у него не славянские. Они у него немецкие. Откуда приехал к нам Герман Греф? Откуда он взялся? Ну, конечно же, не из России, как вы понимаете. Нет, он не из России. Он немец по происхождению. Ну, немец это тоже, конечно, хорошо сказано. Но он все-таки больше немец, чем русский. Стремление растить лишь математиков и программистов может привести страну к той же ситуации, что была в свое время с юристами и экономистами, считает Греф. Да нам-то вообще, что он там считает. Да пусть себе считает. Его дело считать свои деньги в Сбербанке, ваши деньги, которые скоро станут его деньгами. Не забудьте это. Это грядет, грядет, грядет. То самое, когда Герман Греф присвоит ваши деньги себе. Но он же умный. И он полагает, что у вас нет... Зачем ему математики, которые посчитают его доход? Да нет, конечно. Поэтому нужны все специальности, нужны люди, всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. Пляшите, плясуны, идите в актеры, будьте гимнастами, мордобой устраивайте, и хоккеистами будьте, но только не математиками. А зачем нам математики, которые умеют считать? И которые вдруг возьмут и посчитают, а каков же доход и сколько своровал Герман Греф? По-моему, это он говорит, это пережиток прошлого. Цитирует главу Сбербанка Рея Новости. Он призвал обратить внимание на подготовку других специалистов, которые сейчас находятся на недостаточно высоком уровне. Каких? Механиков-наладчиков? На заводах которых уже нет? А какие еще нам специальности нужны, скажите? Но если только проституция, а куда уже деться? Мужики все должны пить боярку, а женщины должны танцевать на столах. А иначе как же? Кто же будет развлекать Германа Грефа? Он призвал обратить внимание на подготовку других специалистов. Ранее был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России. Оказалось, что самая большая зарплата предлагают разработчикам программного обеспечения и в Москве, и в регионах. Точно так же и за границей. И точно так же за рубежом, за кордоном, за бугром, как говорят разведчики. Точно так же. Айтишники, программисты, они имеют очень хорошие зарплаты. Они востребованы. Они везде востребованы. Потому что наша жизнь сегодня заключается в иллюзорности и работе через компьютер. Мы через своих программистов, мы программируем нашу жизнь. Совершенно не настоящую. Но это не важно, настоящая она или не настоящая. Мы ее проживаем так же, как и настоящую жизнь. Мы точно так же. Болеем, бьем и хотим хорошие деньги. Даже если эта жизнь наша иллюзорна. Даже если мы живем с вами в матрице и в нескольких жизнях сразу. Все равно это иллюзорная жизнь. Но она почему-то очень больно бьется. Это самая иллюзорная жизнь. Итак, Герман Греф, он что хочет? Чтобы ваши дети и вы вообще ничего не понимали в тех крупных размерах воровства, которым они управляют нашей страной. Вот это воровство, оно и управляет нашей страной. А вы не находите? А что управляет нашей страной? Есть что-то, что управляет нашей страной? Нет. Уже ничего не управляет нашей страной, помимо воровства. У нас воры во главе страны. Воры, вор вором управляет, вор вором погоняет. Итак, вся криминальная структура, она у нас не просто рухнула, а она у нас расцвела пышным цветом и поперла ее, поперла наверх в самую-самую, что ни на есть власть. Это воровская власть. Это люди, которые уже забыли даже как жить по законам бандитским. Они выработали свои шариковские законы, законы высшего воровства власти. И вот именно так нужно сегодня ставить вопрос о высшем воровстве власти, об идеальном воровстве, когда плюют на всех и когда кучка каких-то клопов, присосавшись к народу, высосала все ресурсы из земли. Ну и из народа, конечно, тоже. Сколько вас осталось? Вы никогда не задумывались, какое население сегодня живет в нашей стране. Вы все еще думаете, что у вас 142 миллиона. Или вы начитали с интернета и думаете, что у вас 89 миллионов. Забудьте. В 89 миллионов у вас было, если посмотреть интернет, откуда такая цифра, в 2010 году. Но с 2010-го, люди, ну вы как бы уважаете себя, с 2010-го прошло еще 8 лет. У вас осталось 42 миллиона. Все. Это невозвратная цифра. Вы никогда не встанете с колен. Вот что сделали с вами. Потому что каждый день мы сидим и думаем, что сказал Греф, ах, что сказал Чубайс. И вообще, знаете, вот это вот состояние смотреть на свою жизнь со стороны, это действительно говорит о том, что ваша жизнь иллюзорна. Что вы не существуете на свете, но вы думаете, что вы живете. Вы существуете. Давайте, друзья, давайте поддерживать друг друга. Поддерживайте на местах друг друга. Поддерживайте своих соседей. Поддерживайте своих детей. А дети своих стариков, родителей поддерживайте. Боритесь. Каким-то образом просто нужно бороться с этой самой иллюзорной жизнью, которую нам навязывают какие-то немцы, германы, грефы. Ну и помогайте каналу. Я вам рассказываю такие сногсшибательные новости. Я вам разбираю все. По полочкам раскладываю. А ваше дело – помочь каналу. Чтобы канал имел возможность вам это все по полочкам раскладывать. Я Таня Карацуба. Сидбургхан.